Здравствуйте! Вы смотрите программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ и я, ее ведущая Ирина Караман. Сегодня у нас в гостях экс-премьер-министр Республики Молдова, а также председатель партии развития и объединения Ион Кику. Ион, здравствуйте! Здравствуйте! Благодарю вас за приглашение! Мы очень рады видеть вас у нас в студии. Господин Кику, ситуация с поставками газа у всех на устах. Этот вопрос волнует всех жителей Республики Молдова. Мы получаем газ из трех основных точек. Это трасса Яса-Унгена-Кишинев, это Приднестровье и третья точка, к которой мы наконец-то подключились в декабре 2019 года, это Черное море. Есть ли у нас предпосылки того, что, несмотря на три этих подключения, мы можем остаться без газа? Да, действительно, проблема снабжения природным газом Республики Молдова становится все более важной и занимает все умы людей, потому что впереди зима и те пресловутые 15 градусов уже давно прошли, как мы помним, и стало намного уже холоднее. Что касается поставки газа, у нас есть техническая возможность получать газ по тем маршрутам, которые вы говорили, но на самом деле мы получаем по тому традиционному, который есть через Приднестровье сейчас. Да, возможно, получать через Юг Республики, через Турецкий поток. Извините, Турецкий поток. Есть у нас возможность теоретическая получать газ по трубопроводу Яса, Унгена, Кишинев, пока мы не получаем газ по этому трубопроводу. Соответственно, есть у нас техническая возможность получать газ по альтернативным трубопроводам, но вопрос в том, что как бы мы не получали, по какой точке входа на территорию Республики Молдова, это бы не происходило, источник газа один. Это Российская Федерация, это Газпром. То есть, если мы не решим вопрос поставок газа с Российской Федерацией, то у нас не будет, значит, газа, не будет возможности использовать вот эти маршруты. Разве что те так называемые альтернативные источники, когда мы покупаем тот же российский газ, но у, будем так говорить, поляков, голландцев или так далее, как это произошло в октябре прошлого года, по цене, которой нам до сих пор никто не говорил, но тогда в октябре она была, если не в три раза, то в два с половиной раза дороже, чем газ, который мы потом в ноябре покупали у Газпрома. То есть, важно понимать, что наличие альтернативных путей снабжения не означает, что у нас есть альтернативный поставщик. Вот я бы так ответил на вашу вопрос. А мы теоретически можем приобретать газ, например, у Азербайджана или у Средней Азии? Теоретически мы можем покупать газ везде на этом свете, но мы почему сейчас не получаем газ или не покупаем газ под знаменитому трубопроводу Яса, Унгена, Кишинев? Почему не получаем? Потому что это экономически нецелесообразно. То есть, получать СПГ из Америки для нас экономически нецелесообразно. По части Азербайджана, Средней Азии или других источников теоретически можно. Но вы помните, господин Спыну, наш вице-премьер, ответственный за все эти вопросы, он же был в Баку, там, по-моему, неделю или сколько он там был. Он вернулся и что сказал? Газ можем покупать из России. В Азербайджане на этом этапе мы не можем покупать. Я приводил уже в одной телевизионной передаче пример, что рынок газа и покупка газа и вообще энергетических ресурсов чуть-чуть отличаются от обыкновенных или поставок других продуктов. Это не автотранспорт, это не поставка каких-то изделий. Это серьезный рынок, это не делается по звонку, это очень долгая работа. Я не вижу сейчас реальной поставки из Азербайджана или из других источников, по крайней мере, этой зимой. Дальше посмотрим. Как итог, понятно, что власти должны приложить все усилия для того, чтобы разморозить переговоры с Российской Федерацией, с Газпромом, вернуться к тому протоколу, который наш представитель власти, господин Спыну, подписал в октябре прошлого года, там 8 пунктов, посмотреть, почему не выполнено практически ни одного пункта из того протокола, про тот аудит долга, который вот так муссируется, но там кроме этого аудита, там есть и другие пункты, которые мы, к сожалению, не выполнили. Например, заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии, которая обсуждает все эти вопросы, и не только энергетику, но там и транспорт, и поставки сельхозпродукции, очень много, вообще все проблемы, которые касаются отношений стран, да, вот на такой комиссии. Там в протоколе есть этот пункт, почему мы не сделали до сих пор. Поэтому, к сожалению, если мы не хотим или не можем, но я, скорее всего, думаю, что мы не хотим переговариваться и достичь результата с «Газпромом», у нас будет ситуация, либо у нас не будет газа совсем, либо будут эти так называемые альтернативные источники, которые и предложат газ, но поскольку они предлагают газ только с предоплатой, у нас не будет возможности оплачивать. Соответственно, или так без газа, или от альтернативных источников тоже без газа. Но сейчас, получается, мы за один кубический метр газа платим 1200-1300 долларов, насколько я знаю, а у альтернативных источников он стоит на 80% дороже. Там, по-моему, цифра 2300-2400. Мы не сможем себе это позволить, наверное, я так думаю. Цена, по которой Молдова Газ покупает в сентябре газ в «Газпроме» – 1882 доллара. Но дело в том, что с 1 октября, когда начинается четвертый квартал и зимний период вообще, по контракту и по формуле у нас там изменяется цена. И, соответственно, наши прогнозы показывают, что цена при покупке газа от «Газпрома» будет на уровне 1200-1300. Какая цена будет у альтернативных источников, трудно сказать, но она никогда не меньше рыночной цены. Сейчас где-то 2300-2400. То есть нам придется покупать по 2300-2400, а не по 1200-1300 у «Газпрома». Вот практически получается, что это двойная цена. Еще раз напоминаю, что это при обязательной предоплате. То есть если ты покупаешь этот объем газа, то должен заплатить. Как Молдова Газ может заплатить в октябре, в ноябре или в декабре предоплату за такие большие объемы газа, когда мы не были в состоянии в августе за 25 миллионов кубов рассчитаться с «Газпромом» и нужно было взять из бюджета эти 320 миллионов, обман, обмануть людей, что это типа идет на создание резерва в Румынии. А на самом деле это были просто перечисления Молдова Газа, чтобы мы имели газ с 1 сентября. Помните то обращение в «Газпром» и то, что они нам дали до 1 сентября отсрочку и так далее. Вот вся эта схема. Это было в августе, напоминаю, что будет, когда будет холодно. Вот вывод, надо заниматься серьезно этим вопросом, не делать из этого политику и не доводить страну до того, что у нас будет коллапс и по части отопления, и по части экономики, и не в последнюю очередь по части обеспечения деятельности публичных учреждений, я имею в виду, и школ, детсадов, больниц и так далее, которые финансируются из бюджета. То есть, если у нас не будет газа по более или менее приемлемым ценам, у нас просто все рухнет. Это надо понимать. Господин Кик, у счетной палаты работает уже, по-моему, около полугода, где ведется аудит там в Молдова Газ. Как вы думаете, почему не предоставляется отчет до сих пор? Я не берусь судить, почему счетная палата не представляет отчет, но я уже говорил, что аудит долга, по сути, это акт сверки между двумя хозяйствующими субъектами. Что одна компания поставила другой, и что другая заплатила. Плюс-минус тут это делается. Почему из этого акта сверки делается вот столько разговоров, столько проблем и так далее, я не хочу спекулировать, но понимаю. Весь процесс запуска аудита долга молдавской стороной имел одну цель. Просто убрать «Газпром» с поставок газа, вот из этой цепи. К чему это привело, вы можете увидеть уже. То, что мы поставили это как условие, да, потом не выполнили то, что мы обещали к 1 мая. У нас заняло год практически, чтобы найти компании, которые проведут этот аудит, которые сделают аудит уже к концу этой зимы практически. Это о чем говорит? О том, что делается специально, чтобы республика осталась без газа, чтобы перенаправить эти потоки там, где этим товарищам интересно. Как вы думаете, ждет ли нас подписание нового контракта? Нам объявили 29 октября прошлого года, что у нас есть контракт на 5 лет. Так, господин Спыну. Он сказал, что он продлил контракт на 5 лет. Хотя он не продлил, потому что он изменил формулу. И мы поэтому сейчас платим так много. То есть теоретически у нас контракт есть, но дело в том, что этот контракт обусловлен некоторыми пунктами того протокола, в том числе по долгу, который должен быть регламентирован. Там так написано, стороны к 1 мая регламентируют вопрос долгов, и это как бы будет обеспечением контракта. Чтобы контракт... Я не вижу, как мы можем подписать еще один контракт, если те же вопросы остались буквально на уровне 29 октября 2021 года. То есть ничего с того момента не сделано. Как мы будем заключать новые контракты? Анонсированная поездка Вадима Чабан в Российскую Федерацию принесет какие-то плоды, как вы считаете? Почему анонсированная? Она уже состоялась, насколько я понимаю. Насколько я знаю, что нет. Там был уже на прошлой неделе, если я не путаю события. Мы не находили такой информации, знаем, что еще не было. Там был форум, посвященный газовой теме. Насколько я понял, там разговоры были. Конечно, что, я так понимаю, господин Чабан просил там, чтобы поставки продолжались и после 1 октября, и что молдавская компания и молдавская страна выполнить свои обещания и обязательства. Но дело в том, что по контракту поставки газа, конечно, отвечает Молдова-Газ. Но по тому протоколу из 8 пунктов, который был подписан его начальником, будем так говорить, ну не начальником, а вот господином Спыновым, мало полномочий у господина Чабана. Соответственно, я не вижу решения этого вопроса поставок газа только на уровне менеджмента этой компании. Там, на уровне правительства, на уровне политическом, и даже господин Спынов, как я уже говорил, он не имеет никакого авторитета у Газпрома, поскольку он подписал что-то и ничего не сделал. Там уже нужно на уровне премьера, на уровне президента разговаривать. А поскольку эти два руководителя страны, премьер и президент, этим вопросом не хотят заниматься в силу разных там обстоятельств, у нас вот такая ситуация. А те компенсации, которые предлагает правительство, поможут нашему населению? Ну вот про компенсации, кстати, вот у нас есть проект этого регламента, который был обсужден в прошлый четверг на заседании Генеральный секретарь и министерств, и который будет уже обсужден в правительстве и утвержден. Он есть, это большой регламент. Мы его изучили. Хочу вам сказать, что это сразу видно, что не рабочий механизм. Практически всему населению страны надо будет регистрироваться онлайн, чтобы какая-то комиссия или органы распределяли людей в, по-моему, пять категорий, какая помощь и кому полагается. Люди должны будут или сами на этот сайт, там есть специальный сайт, ну что-то наподобие Лемни МД. Вот на этот сайт нужно будет регистрироваться, там все данные про доходы и так далее, чтобы, исходя из этих данных, там тебя определили в одной из категорий и, соответственно, оказали такую помощь. А тем людям, которые не могут это сделать, им должны помогать социальные работники или библиотекари из сел. Вот примерно так. Если вы прочтете этот регламент, зайдите на нашу страницу в Facebook. Мы этот проект регламента поставили. И можете увидеть, какой механизм предлагается. Я как бы отмечаю работу этого министерства, очень большой объем работы, но я думаю, что они очень далеки от реальности. Они не понимают, что такой регламент. Вот к 1 ноябрю, потому что с 1 ноября по 31 марта предлагается оказывать эту помощь, его невозможно выполнить. Там еще из тех критериев, которые там указаны в этом регламенте, практически все население Республики Молдова подпадает под эти компенсации. Там люди, которые имеют зарплату на одного члена семьи, больше 75 тысяч лей в месяц не попадают. Это понятно, что большинство имеет. И те, которые имеют больше, чем 4 квартиры. Я думаю, очень мало людей у нас имеет больше, чем 4 квартиры. Или одну квартиру и недвижимость больше 10 миллионов лей. То есть речь идет о абсолютном большинстве населения. Вот как вы себе представляете, чтобы абсолютное большинство населения предоставило на каждого члена семьи. Вот зарегистрировалось на этой сайте. На этом сайте предоставило все эти доходы. Еще кто-то должен подписать, должен проверить. Но там написано, что под личную ответственность. То есть если потом, после проверки, окажется, что там неверные данные, соответственно, эти деньги могут взять обратную ответственность. Но процесс очень сложный и, по моему мнению, практически невыполнимый. Конечно, здесь нужен другой подход. Раз все равно практически все население подпадает под оказание компенсаций, надо было сделать так, что те люди, которые имеют вот больший доход, чем требуется там, и те люди, которые хотят компенсации больше, чем 300 кубических метров, потому что там до 300 кубических метров. То есть вот те люди пусть представляют. Да, вот рассчитывается какая-то норма для людей, и, соответственно, все подпадают. Те, которые хотят больше и так далее, там уже могут различные быть. Есть разные предложения по этому поводу. Надеемся, что они их услышат. Пока проект регламента находится на обсуждении в министерствах. Но он прошел через первое СИТО, будем так говорить, заседание генеральных секретарей министерства. Вы можете его найти, кстати, на сайте правительства, ну и на нашей странице. Обязательно посмотрю, заинтересовали. Правительство заявило, что отопительный сезон 2022-2023 бытовые потребители будут покупать ревопы по цене аналогичной прошлогодней. И даже правительство субсидировало агентство Молдсильва более чем 64 миллиона леев для того, чтобы люди могли приобретать дрова по той же цене. Как вы считаете, хватит ли нам собственных ресурсов? Имеем ли мы столько заготовок? И решит ли проблему эту сайт lemni.md, который вы уже выше упоминали? Я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что дровами невозможно обеспечить отопление не то, что частного, не то, что всей страны, но даже частного сектора. Я уже не говорю про учреждения, про экономику и так далее. Это не альтернатива. Любой здравомыслящий человек понимает. И даже если бы у нас было столько объемов древесины и так далее, любой человек, который знает, что такое слово «экология» или знает, что такое зависимость сельского хозяйства от лесопосадок и насколько мы подвержены засухам из-за того, что мы рубим лес без того, чтобы думать, понимает, что это несерьезный подход и делается только для того, чтобы показать, что что-то мы… Ну, насчет сайта я не могу просто без иронии все это говорить. Там столько ресурсов, значит, правительство в эту платформу. Это серьезная платформа, кстати. Это не просто сайт, который… Значит, столько ресурсов. Даже одного министра убрали из этого сайта. Вот вы зайдите сейчас на «Лемни-МД», поставьте там «Камрад», например, и вы увидите, что в «Колусильве» как лесное хозяйство «Камрад» сегодня у них в остатке 94 кубических метра. 94 кубических метра на «Камрад», и, кстати, там не только на «Камрад», потому что это «Колусильвик», да, вот это лесничество покрывает не только «Камрад», понимаете. Вулкане, так 34 кубических метра и так далее. О чем мы говорим? То есть это просто деятельность, которая призвана создать впечатление, что кто-то этим вопросом занимается, но на самом деле это ничего серьезного, которое бы помогло людям. Тем более, я понимаю, что у нас даже при том, что очень ограниченные лесопосадки и неравномерно распределены по республике, но на юге здесь, особенно здесь, очень мало лесов. Совсем практически нет. Совсем практически нет. Как можно это предоставлять или преподносить, извините, как решение вопроса? И при том, что у нас практически уголь является недоступным, 12 тысяч, 13 тысяч лей. То есть понятно, что люди не могут покупать это топливо. Соответственно, нет другого выхода, кроме как серьезно относиться к вопросам поставки газа. Если не будет серьезного подхода, а его пока не наблюдается, к сожалению, мы останемся и без леса, и без нормального отопления, и, к сожалению, нужно будет в какой-то момент переводить обучение на онлайн, которое невозможно уже это терпеть. Про экономику уже не говорю, потому что уже видно, что происходит и по доходам бюджета, и по деятельности экономических агентов и так далее. Господин Кику, очень много информации мы в последнее время находим о том, что готовится отставка правительства Натальи Гаврилица. Уйдет ли она в отставку? Или вы считаете, что это нецелесообразно на данный период? Нет. Не хочу угадать, что там уйдет, не уйдет. Там вы можете обратиться к президенту или к другим структурам. Я говорил с точки зрения логики, госпоже Санду невыгодно сейчас это правительство отправлять в отставку, потому что проблемы, которые это правительство не решило, а именно поставки газа, подготовка стране к зиме, новое правительство уже не сможет решить. И зимой у нас все равно будут эти проблемы. Если в том числе позиция госпожи Санду не изменится по части поставок газа и так далее. Что ей тогда в этом случае? В марте опять менять правительство? То есть из-за этого понятно, что люди начнут понимать, что на самом деле дело не в правительстве, наверное, дело уже в ней. А, извините за ее рейтинг, она держится как за зеницу ока. Она не может делать так, чтобы ее рейтинг пострадал. Поэтому, скорее всего, нам придется мучиться с этим правительством еще определенное время. И да, в какой-то момент они поменяют, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Продукты дорожают. Инфляция в стране у нас уже более чем 34%. Ритмы будут подниматься. Мы так думаем, и об этом говорят многие эксперты. Как вы думаете, по какой причине и кто будет отвечать за это? Действительно, у нас есть данные от бюро статистики за августом. Практически 35%. Ну, насчет ритмов я не думаю, что они будут повышаться, потому что уже сравнительная база высокая с прошлого года. И, соответственно, сами ритмы инфляции, роста инфляции не будут такими большими, которые были до сих пор. Но все равно где-то к уровню 40% мы, наверное, до конца года все равно дойдем. Плюс-минус, да? Это при том, что это общий показатель, да, общая температура, будем так говорить, по палате, да. Но инфляция на товары первой необходимости, которая является показателем для большинства населения, там намного выше, к сожалению. Опять же, тот же газ. У нас же вырос пять раз тариф. И, естественно, что сейчас еще должен вырасти, если будут эти новые цены. Поэтому от чего эта инфляция? Ну, понятно, первое что, это первый фактор, который повлиял на инфляцию, это то, что у нас так сильно выросли тарифы на газ, прежде всего, и на топливо, и так далее. Это было как бы ускорителем инфляции. Дальше у нас понятно, что несмотря на все заверения власти, что они займутся контролем цен, что они там вот это агентство, а совет по конкретной способности, да, что они там поменяют людей, что они там не будут платить зарплаты 100 тысяч, и они будут работать. Они им продолжают платить зарплаты 100 тысяч, а как работают, мы видим. То есть много здесь вопросов. Никто на самом деле экономикой не занимается. Вот у нас есть в парламенте ответственный за экономику господина Лайба. Вот вы проверьте, как журналист за последний год, вот или полтора года, что он возглавляет эту комиссию, сколько у него было предложений по части экономики, финансовой и так далее. Он рад, например, там запретить рекламу какой-то деятельности, чтобы угробить независимые средства информации. Он там может выйти с предложением запретить там Red Bull или там Energizer всякие энергетические. Он может выйти там, чтобы, например, полицейский не проверял паспорт. Или много вот такой, извините, может быть, важных вещей, но которые совсем. Но зато вы не увидите, вот сейчас уже практически середина, или уже приближаемся к концу сентября, вы не увидите налогово-бюджетную политику. Хотя она должна была быть утверждена в парламенте еще в июле, да? Ее даже на уровне министерства еще нет финансов, понимаете? Другой министр экономики, да? А скоро уже будет сдача деклараций. Ну, декларации, да, еще до весны есть еще. Вот у нас есть министр экономики, который вот тоже проверит, что за год с чем-то на посту он по части экономики предложил. Какой-то план там или какой-то выход. Нет, он может выйти спокойно и сказать, что не беда, что закрывается, например, предприятие, которое производит, не знаю, там, макон, кирпич или там масло. Не беда, потому что мы всегда можем заместить это импортом. Понимаете, это министр экономики говорит. Поэтому суть, значит, вопроса, который возникает по инфляции, надо искать здесь. Этими вопросами надо заниматься. Но если ими никто не занимается, мы доходим до этого. Я помню даже они комиссию специальную на Совете Безопасности в конце мая создали. И где эта комиссия? Что они? Извините, экономика это серьезная вещь. Если ею не занимаешься, то доходишь вот до этого. К сожалению. В Кишиневе вчера прошла массовая акция протеста. Как вы думаете, услышала ли власть чаяние народа? Я не думаю, что это власть слышит народ вообще. Слушатели слышат. Они имеют кого слушать, кого слышать и действовать, соответственно, как им говорят. И мы видели реакции некоторых из этих товарищей. Обвиняют, что эти люди это воры и так далее. Есть вопросы к организаторам. Пусть занимаются. Они же обещали, что будут бороться с коррупцией. Тем более, что они с ними в знаменитом 13-14 годах. И кража миллиарда тогда произошла. И аэропорт они им сдали и так далее. Я помню даже летом 2020 года, когда они вместе, партия Санду и партия Шор, голосовали за отставку нашего правительства. Вот они в том начальном этапе пандемии, когда страна от пандемии, от засухи страдала, вот эти два товарища непримиримых друга соединились и голосовали вместе. Вот вы проверьте, 20 июля 2020 года эти партии вместе голосовали. Вот вы увидите госпожу Таубер, как она выступала там, вместе с этими товарищами. То есть, если есть вопросы к организаторам, пусть ими занимаются. Но обвинять там, сколько было, 5-10 тысяч человек, что они воры, что они протестуют за то, что им платят, это может только безответственная власть. Я им советую думать хорошо, когда они это делают. Потому что сейчас там 10 тысяч, потом будет 100 тысяч, когда будет холодно. И им не увернуться от этого. Еще раз призывая, чтобы они серьезно занимались вопросами страны, а не находили там вот такие несерьезные объяснения процессам, что воры и так далее. Занимайтесь ворами, что вы? У вас вся власть. Вы генерального прокурора убрали уже год назад, потому что он, по их мнению, не занимался кражей миллиарда. Ну и какой сейчас прогресс по краже миллиарда и так далее. Если мы уже заговорили об отстраненном генеральном прокуроре Республики Молдова, о нашем земляке Александру Стайноглой, я подготовила ей такой вопрос. Господин Кико, скажите, пожалуйста, почему Майя Санду до сих пор не подписала указ о его отстранении? Это наш земля, господин Стайноглой, да, он сын Республики Молдова и региона. Не подписала госпожа Санду, потому что она не может подписать. Его дело рассматривается в Европейском суде по правам человека. Это серьезная инстанция, которая запросила у правительства обоснование вот этих обвинений и действий, по моему мнению, незаконных в отношении генерального прокурора страны. И у госпожи Санду нет возможности подписать. Она бы с радостью подписала в первый же день. Но она понимает, что не может обосновать серьезными фактами, доказательствами эти абсурдные обвинения в сторону господина Стайногл. И, соответственно, она не подпишет, пока не будет окончательного решения. Истекает строк, отведенный судом правительству, чтобы обосновал. И поскольку он истекает, и они не могут обосновать, они вот каждый раз новые и новые уголовные дела ему начинают. Это плохо закончится для этих деятелей, потому что, еще раз говорю, очень тяжкое преступление, захват генерального прокурора страны без каких-то весомых. Это очень тяжкое. А именно этим и является этот процесс. И Республика Молдова будет еще раз во всех мировых медийных источниках, как плохой пример. Как, например, до сих пор нас считали страна, где украли миллиард, сейчас будет страна, где захватили незаконно генерального прокурора. Поэтому она не подписывает, хотя она была бы рада подписать. Готовясь еще к этому интервью, завтра должна состояться акция протеста фермеров. И я нашла такую информацию, что Национальная федерация фермеров отказалась от участия. И вы, господин Кику, намного заранее уже предугадали этот исход. Как вы рассекретили их? Это не я предугадал. Все люди, которые следят за деятельностью этого политического деятеля, бывшего вице-председателя парламента, известного и по событиям 2020 года, они понимают, что он работает на Майю Санду и на эту партию. И все, что он начинает по этой части, это для того, чтобы какие-то цели именно партии власти достичь. И мы говорили еще на следующей неделе, что он отменит эти протесты. Хотя сегодня из тех трех ассоциаций, которые вначале заявили, что будут проводить эти протесты, они сказали, что завтра некоторые из них все-таки выйдут в регионах, на трассах и так далее. Ну, посмотрим. Понятно, что агрария находится в очень тяжелой ситуации. Но не все. И уже по моему опыту 2020 года, когда я практически каждый день с ними встречался, я видел, что люди, которые хотят конструктива, на самом деле они больше всего пострадали. Ну, а те, они обсуждают, что может правительство, что может страна. А вот те, которые наоборот политикой занимаются, вот однопартийцы вот этого господина, они наоборот, значит, требуют невыполнимое, хотя не особо и пострадали. Поэтому, к сожалению, здесь не конструктивный подход, а политика. И, еще раз говорю, действия этой, значит, группы людей, которые, они просто для того, чтобы сыграть в пользу партии власти, ничего другого там нет. И когда им будет выгодно, они всегда будут зазывать на протесты, сбить волну, и потом говорить, ну, мы, нам, 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 то есть выполнили все условия, хотя ничего из того, что они говорили, им не выполнили. Сыграть определенную роль. Да. Иван Васильевич, а статус получения кандидата на вступление в Европейский Союз, чего нам ждать тут? Ну, да, действительно, у страны есть статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это случилось, к сожалению, благодаря вот трагедии, которая в Украине происходит из этой войны. Вы знаете, вот, было предоставлено этот статус. Я бы не стал сильно, как бы, надеяться на какие-то особые выгоды из этого, потому что это процесс долгий. Есть, вот, примеры стран, которые имеют этот статус уже больше 20 лет, и я не думаю, что за эти 20 лет у страны появились больше шансов на вступление, чем до того, как они были ассоциированы к членам. Я здесь и про Турцию имею в виду. Понятно, что партия власти будет использовать вот этот статус как большое достижение, но там нет никаких весомых преимуществ для страны, и там надо очень-очень много работать. Ибо пример 2014 года, когда мы получили статус ассоциированного или подписали соглашение об ассоциации, показал, что документ, который не был предоставлен народу тем, той властью, который был ратифицирован, по-моему, за три дня, там были очень много проблем или много недостаток по части экономической деятельности. Мы до сих пор особо не экспортируемый Европейский Союз. Яблоки мы как экспортировали в Россию, ну, до сих пор, сейчас мы не можем даже туда экспортировать. Так и остаются. То есть документы, которые принимаются властью без обсуждения с народом, они на самом деле и в большинстве случаев ничего хорошего народу не предоставляют. Поэтому я рад, что у нас есть этот статус страны-кандидата, но давайте будем серьезными. Никто ничего за напрасным и за даром не предоставляет. В том числе вот так много муссированная, будем так говорить, помощь из-за рубежа, которой вот наши власти говорят, что мы за счет этой помощи выживем. Давайте не будем наивными. Там, что нам в виде кредитов подают изредка, это не может покрывать все потребности нашей страны. Если мы будем и дальше разрушать экономику, мы в конечном итоге останемся без средств существования, как народ, как страна. Ион Васильевич, хочу поговорить с вами еще о запрете на полеты в Российскую Федерацию. Ведь наше население все равно добирается в Российскую Федерацию. Любыми путями. Кто-то наземным транспортом, кто-то путем пересадки через Турцию, через Армению или другие направления. Люди все равно доезжают до конечного своего маршрута. Здесь ли есть эти элементы политики, может быть, в этом запрете на прямых рейсах? Это чисто политика, потому что они знают, что люди действительно мучаются наши и добираются то перелетами, то автобусами и так далее. Это политика, к сожалению, но эта власть уже нам показала явно, что их проблемы людей, их особо не заботят. Политика, геополитика и так далее. То, что наш гражданин для того, чтобы добраться из Москвы до Кишинева, должен сделать несколько пересадок, они считают нормальным. То есть и там нет вопросов безопасности. Если был бы прямой рейс, это была бы проблема. Политика, к сожалению, и отсутствие заботы о людях. Вот чем я могу... И договориться не удастся, да? Ну, как договориться, если они не хотят договариваться, да? То есть... Господин Кико, вы находитесь сейчас в оппозиции правящей партии. Скажите, пожалуйста, какие основные идеи ваша партия развития и объединения поддерживает? Вопрос такой объемный, будем так говорить. Очень интересный для нас. Прежде всего, надо понимать, что страна не может нормально функционировать без правительства, которое бы занималось вопросами страны, проблемами страны. Про экономику я уже говорил, давал вам пример. Чем занимаются люди, которые напрямую ответственны за функционирование экономики? Поверьте, что во всех направлениях, отраслях примерно такая. Как может страна функционировать, если вообще отсутствует диалог между центром и регионами? Вы видели, например, у вас, как президент или правительство общается с представителями региональных властей, да? Поверьте, что примерно такая же ситуация и с другими регионами страны, да? А как вы думаете, почему такая ситуация у нас произошла, если коротко? Почему центр так общается с регионами? Да. Ну, к сожалению, такой у них подход. Они считают, что могут решить проблемы страны из одного кабинета, да, из кабинета президента. То, что никогда не было и не может быть. Даже при более эффективной власти этого никогда не было, да? Вот они так считают. А там дальше уже спекуляции, что там на уровне каких-то личных… Я не хочу спекулировать. Да. Значит, понятно, что когда нет функционирования этой иерархии, да, центра, региона и так далее, тоже нельзя ожидать результатов. Понятно, что нельзя добиться результатов, когда ты не общаешься с, например, странами, у которых у тебя сбыт сельхозпродукции, или не только сельхозпродукции, да, у которых ты, например, покупаешь уже многие-многие годы газ, да, как и вся Европа практически, да. Как может быть какой-то развитие или нормальное функционирование дел в стране? Поэтому без работающего правительства и ответственной власти ничего в стране не может быть по-нормальному, то, что и происходит. Эти проблемы являются и ответом на ваш вопрос, что нужно делать. Вот как раз нужно экономикой заниматься по-серьезному, нужно вести диалог и сотрудничество с вторым уровнем власти, с местными властями, потому что не из одного кабинета все это делается. Нужно налаживать отношения со всеми партнерами, которые мы имеем, и так далее, и тому подобное. То есть список большой, что нужно делать. И, наверное, для этой власти еще больше список, чего не нужно делать. Вот берите каждый день все, что они делают, и можно заполнять этот... И не в последнюю очередь, наверное, то, что они все время стараются искать выгоду себе вот в размежевании народа, да, вот по разным там критериям. По национальным, по языковым, по, не знаю, там, геополитическим и так далее. Вместо того, чтобы объединять людей в такое тяжелое время, они все время найдут способ, как людей, наоборот, размежевать. Это, наверное, тоже очень плохой результат. Планирует ли ваша партия выходить на митинги? Мы будем выходить на протесты, на митинги и на разные массовые акции. Мы будем это делать, потому что, как видно, из действий этой партии, из поведения этой власти, они не думают о стране, не хотят прислушиваться к тому, что им люди говорят. И мы будем это делать. Вы выступаете за изменения в кодексе о выборах, иниционированные парламентским большинством. Почему именно? Не знаю, может быть, у вас информация чуть-чуть другого плана. Мы не выступали и не поддерживали вот эти изменения, которые партия власти внесла исключительно ради того, чтобы удержаться в власти. Все это электронное голосование и все эти разные изменения, которые практически предоставляют только партии власти возможность выигрывать и так далее. Мы не можем поддерживать и не будем поддерживать. И, кстати, это тоже будет один поводом серьезным для протестов. Но что не понимает эта власть, что никакие изменения в кодексе и так далее не может удержать у власти партию, которой не пользуется поддержкой населения. Они уже дошли до 19-16% и еще не зима, как говорится. То есть не может искусственно удержаться партия у власти, если она не поддерживается народом и не заботится о проблемах людей. Ну, разве что на иностранных штыках, наверное. Но я думаю, что этого не произойдет. Никакая зарубежная сила не будет поддерживать партию, у которой меньше 10% поддержки. Они дойдут к Новому году до этого уровня. Господин Кико, если мы уберем эту представку экс-премьер-министр, а представим, что вы премьер-министр, какие ваши самые первые действия будут, самые главные, ориентируясь на ситуацию в стране сейчас? Что бы вы изменили? Я вспоминаю 19-й год, 14-е ноября, когда нас назначили в правительстве. Я имел честь работать в этом правительстве премьер-министром. Так было уже середина ноября. Ни бюджета, ни бюджетной политики. Уже были по зарплате, были в некоторых секторах 2-3 месяца задержки. И много чего еще было. То есть практически тот список надо брать и этим заниматься и дальше. Понятно, что сейчас еще возникает вопрос по обеспечению газом Республики Молдова. И для этого надо разговаривать с Газпромом, с российским правительством. Посмотреть, что мы не сделали из того, что сами наобещали. Потому что когда мы вышли на пресс-конференции в здании Газпрома в прошлом году, что сказали, мы подписали или Газпром согласился на то, что мы предложили. В том числе тут протокол. Но даже их доминировали. Это же мы говорили. Но я имею в виду правительство наше. То есть надо разговаривать серьезно, вернуться к тем вопросам. И дальше понятно, что страна не может выжить сейчас в зимний период при таком уровне инфляции, при таком низком доходе людей. Потому что даже если номинально практически осталось на том же уровне, реальные доходы людей очень сильно упали. Даже тогда в 2020 году, когда при инфляции, которая у нас была 0,39%, даже тогда доходы не были, понимаете, чтобы шиковать, извините за такое выражение. А сейчас при таком обесценивании этих денег не хватает людям. Понятно, что людям надо хотя бы на элементарные потребности. Сейчас у людей нет возможности оплачивать самые элементарные потребности. Это тоже вопрос, которым правительство должно заниматься. Это было бы в моем списке, если это надо было внедрять. В любом случае, единственное решение, чтобы правительство, власть занималась проблемами страны, а не старалась каждый раз при каждом упущении говорить, что это какие-то там силы геополитические, воры, с которыми они, кстати, работали в правительстве и были министрами. Вот если бы они занимались работой, тогда бы, наверное, ситуация была другая. Господин Кику, я благодарю вас за конструктивную беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был экс-премьер-министр Республики Молдова Ион Кику. Оставайтесь с нами на телеканале ГРТ. Благодарю вас за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова